Привет, дорогой телезритель! Ну и, конечно же, выиграть наши сегодняшние призы. Совсем скоро ожидается розыгрыш, ну а пока, наверное, объявлю тему нашего сегодняшнего эфира «Лучшие детям». Так звучит она. Ну, наверное, будет сегодня интересно посмотреть нас и родителям, конечно же, ребятам, потому что сегодня познакомим вас с творчеством, да и, собственно говоря, с деятельностью Центра детского и юношеского технического творчества «Импульс». Ну и, конечно же, гости, как это логично, это представители этого центра, и я их представлю всех поименно. Знакомьтесь, может быть, кто знает уже, может, нас смотрят как раз воспитанники вашего центра, будут узнавать, передавать привет и звонить, не стесняйтесь. Итак, у нас сегодня Константин Клементьев, директор Центра детского и юношеского технического творчества «Импульс». Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Громова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Здравствуйте. Ну и методист Центра «Импульс» Екатерина Осипова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир. Думаю, наши телезрители уже успели заметить, что у нас сегодня на столе очень-очень много интересных каких-то и наград, и каких-то изобретений. Я думаю, обо всем расскажете нам во время эфира, потому что действительно рассказать есть о чем. Ну, а сначала хочется узнать именно об истории вашего Центра. Как давно живете в Самаре, как давно радуете детей творчеством, учите творчеству. Рассказывайте немножечко историческую справку. Да, начнем, наверное, конечно, с исторической справочки. В 1960 году, это прошлый век, Министерством обороны Советского Союза был издан указ открыть при оборонах предприятий клубы юных техников. И вот в 1960 году при Куйбышевском научно-производственном объединении труд, это Куйбышевский моторный завод авиационных двигателей, был создан клуб юных техников. То есть его начало истории как раз начинается с 1960 года. 55 лет. Да, 55 лет нам уже. Вот. Так, вот в 2003 году к нам был присоединен клуб юных техников «Салют». Это поселок Мигзавод. Нас стало больше, детей стало больше, направлений стало у нас больше. Вот. И мы стали с 1996 года работать в системе образования. Это расширило наши возможности. Если раньше когда-то в основном приходили дети заводчан, вот, был более узкий круг, спектр услуг был меньше, то с того момента, когда мы перешли в систему образования, спектр услуг образовательных расширился. Мы стали работать по образовательным программам, детей стало больше, стали приезжать дети из соседних поселков. То есть жизнь намного стала интересней. Ну вот, собственно, вся история. И я еще не сказал, что в 1987 году, в 1987 году, как раз завод для клуба юных техников построил новое здание. И с 1987 года мы находимся в этом новом здании и до сих пор радуем детей тем, что у нас есть. Они нас радуют. Они вас радуют. Слушайте, ну я думаю, вы, наверное, счастливые люди. Кстати, проводили мы опрос, вот так вот расскажу вам, что проводили опрос на телеканале Самаргиз. Люди какой профессии самые счастливые. Многие сказали, что именно педагоги, учителя, те, кто общается именно с детьми. Потому что наверняка они насчищают вас своей энергией. Вы, наверное, многому учитесь у них. Они многому учатся у вас. Согласны? Жизнь веселее с детьми. Слушайте, ну это полувековая, даже больше полувековая уже история, да, вашего центра. Много направлений, как вы сказали. Я предлагаю поговорить о направлении чуть попозже. А вначале давайте активизируем наших телезрителей. И, собственно говоря, разыграем первый приз. Это замечательный приз. Билеты на выступление Руслана Белого. Такой замечательный у нас комедиант есть, который, собственно говоря, радует сейчас молодежь, ну и их родителей. Максимилиси состоится от мероприятия 15 марта. Да, собственно говоря, вопрос мой посвящен, ну, так как у нас тема все детская, посвящаем мы детям, наши эфиры, их родителей, то и вопрос тоже будет детский. Сколько сыновей было у короля в сказке Ганса Христиана Андерсона «Дикие лебеди»? 4, 12, 11, либо 3. Ну, давайте, либо перечитайте эту сказку, либо ищите, быть может, на просторах интернета, либо, быть может, знаете верный ответ, 202, 11, 22, звоните, не стесняйтесь. А пока давайте пройдемся с вами по направлениям деятельности, которые сейчас реализуются в вашем центре. Да, ну, конечно, приоритетным направлением нашей деятельности является техническое творчество, потому что мы центр детского и юношеского технического творчества. И поэтому у нас есть объединения спортивно-технические, такие как судомоделизм, авиамоделизм. В них ребята учатся не только проектировать, но и конструируют уже действующие модели различных кораблей, водной техники, самолеты, планеры. Потом с этими моделями они выступают у нас на соревнованиях разного уровня, на городских, на областных. Стараемся выводить их на международный тоже уровень. Есть у нас такое направление научно-техническое. Для ребяток помладше, для младших школьников, есть у нас начальное техническое моделирование. Когда ребятки приходят просто с нуля, они умеют работать ни с картоном, ни с бумагой, и постепенно они учатся тоже моделировать различные виды техники. Ну а для ребят среднего, старшего возраста очень интересно, у нас есть объединение. Там они могут научиться фотоделу, столярному мастерству, научиться работать на токарных станках, на столярных станках. Изготавливают даже различные узлы для действующих машин. Учатся их ремонтировать. То есть, в принципе, можно сказать, что у нас от нуля до старшего возраста ребятки проходят такой достаточно большой путь. Ну а кроме технического, конечно, есть и другие направленности. Например, социально-педагогические объединения. В них ребята учатся взаимодействовать друг с другом, с обществом, конечно, потому что мы хотим, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. Есть туристко-краеведческая направленность, ребятки изучают маршруты Самарского края, учатся ориентироваться на местности. Физкультурно-спортивные тоже есть секции, секция каратэ. И интересно, что не только мальчишки прибегают, а и девочки занимаются. Иногда добиваются, да, значительных результатов. Вот у нас как раз фотографии здесь, вот победы последней наших каратистов. Давайте я покажу фотографию, это как раз вот запечатлена последняя победа каратистов, успехи. Да, областные соревнования, да, в Тольятти, вот здесь, да, вон девенька там есть. Вот, есть у нас и художественное направление, достаточно разветвленное, театральная студия и различные кружки из-за творчества. Ребята и рисуют, и основы дизайна изучают, и учатся даже создавать картины из соломки, из различного природного материала, из камней, из песка. Иногда не догадаешься, что, например, картина сделана из простых круп, из гречки, из риса. Слушайте, ну вот как раз картина, которая стоит сейчас около меня, я думаю, пример того, что действительно материалы, которые не приспособлены, казалось бы. Да, мы не могли бы догадаться, что из этого материала такие вот шедевры можно создавать. У нас есть звонок, давайте примем звонок, а после продолжим нашу беседу. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Евгений. Евгений, очень приятно. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы ответ на мой вопрос? Сколько сыновей было у короля в сказке Ганса Христиана Андерсона «Дикие лебеди»? Четыре, двенадцать, одиннадцать, либо три? Одиннадцать, конечно же. Одиннадцать, конечно же. Ну, слушайте, Евгений, вы такой уверенный. Быть может, сын, дочь, кому-то читали сказку недавно, что так хорошо знаете ответ на этот вопрос? Да, дочки. Дочка, ну, слушайте, я поздравляю вас тогда, ну и решайте, с кем же отправиться на выступление Руслана Белого. Быть может, возьмете собой супругу Максимилис, отправляетесь вы 15 марта. Я вас с этим поздравляю. Действительно, у короля в сказке Ганса Христиана Андерсона было 11 сыновей и одна дочка Элиза. Вот у Евгения дочка помогла ему, собственно говоря, выиграть этот замечательный приз. Спасибо большое вам за звонок, ну и, конечно же, смотрите нас, дорогие телезрители, кто не успел выиграть этот билет, у нас еще припасено очень много интересных призов для вас. По направлениям. Все ли рассказали? Я думаю, что если бы сейчас было у кого-то тоже 11 детей, сыновей и дочерей, я думаю, что все бы они у нас тоже нашли себе занятия по душе, потому что у нас приходят ребята от 6 и до 18 лет. Мы работаем по шести направленностям, то есть совершенно как бы и работаем бесплатно, поэтому это очень важно. Это действительно очень важно в наш век, скажем так. У нас есть фотографии именно вашего центра, ваших занятий. Я предлагаю как раз сейчас их посмотреть, как-то прокомментировать. Это будет, скажем так, доказательством, таким видеодоказательством, фотодоказательством того, потому что действительно очень много интересных моментов. Вот это мы сейчас видим с вами. Это музей. Это музей мы видим. Это музейные фотографии. Это музейные фотографии. Есть фотографии и фото. Я сейчас подсказываю нашим немножечко режиссерам, потому что, чтобы сориентироваться. Это тоже фото. Это планер. Ну, это делают, кажется, в объединении. То есть это как раз фотографии, которые описывают ваш центр в общем. Да. Это планер как раз летное объединение. Это из музея опять. Ну, мы о музее расскажем с вами попозже. У нас есть, да, есть фотографии именно музейные. Это фотографии вашего центра. Это Николай Дмитриевич Кузнецов. Ну, вот о нем рассказать потом. Который будет интересный очень. Он поддерживал техническое образование. Ну, давайте как раз тогда, Коль уж мы заговорили с вами о музее. Коль уж у нас здесь есть фотографии, которые представлены в музее. Ну, вы уж открыли свою тайну, что отличаетесь от многих центров, которых действительно много в Самаре. Хорошо, что детей есть куда отдать, есть чем занять. Но у вас есть замечательный музей. Рассказывайте, пожалуйста, что же за музей, какие экспонаты успели накопить, как давно существует. Музей называется Музей истории технического творчества. То есть за 55 лет подкопились и эксклюзивные фотографии, и фотоальбомы старые о деятельности импульса, и редкие экспонаты, и модели. И в этом музее они сосредоточены. Первым, что мы сделали, это фотоэкспозиция о Николае Дмитриевичу Кузнецове. Это академик, генерал, генеральный конструктор моторного завода, который сейчас в управленческом городке, давно уже, да, и носит его имя теперь. Он поддерживал техническое образование очень сильно. И вечерний техникум был создан авиационный, и институт филиал, и вот наш клуб юного техника. Всегда был при поддержке завода. Поэтому первая экспозиция рассказывает вот об этом человеке замечательно. Его помнят, уважают очень у нас. Дальше мы экспозицию сделали об импульсе, в истории самого импульса, о первых педагогах, учениках, об объединениях, которые были. И не только фотографии в нем фотоальбомы, а и экспонаты, которые сохранились. То есть это и речная техника модели, и планеры, модели самолетов, даже модель гидроплана есть, достаточно большая модель гидроплана. Уже более поздняя, конечно, не с первых времен, да. Третья очень богатая экспозиция, это посвящена истории фотодела. Фотоэкспозиции, вот, например, открывает эту экспозицию, фотоакурадин, знаменитая гармошка, очень высокого качества был фотоаппарат. Вот сейчас он стоит в положении бесконечности. То есть это панораму можно было снимать. Можно было снимать насекомых даже. То есть очень широкий спектр в съемке был. Мы как раз видим, как это экскурсия. Дети приходят на экскурсию у нас из летних лагерей. Из школы приходят наши дети. И вообще открыт для всех желающих. В общем-то ежедневно можно прийти и записаться на экскурсию. Скажите, пожалуйста, как же вы находите экспонаты? Такие редкие, такие, ну, в принципе, уже старинные экспонаты, которые размещены у вас в музее. Не каждый может похвастаться, что есть у него такой дома. Начало было то, что вот фотостудия наша, которая существует фактически со дня основания, накопила очень много пленок. Это очень теперь ценные пленки. Вот все фотографии педагогов первых, учеников были предоставлены ей. Валерий Александрович Апексов у нас работает давно уже. Потом педагоги сами передали ценные экспонаты, которые были вот тоже за это время как-то использовались в деятельности тоже. Фототехника, естественно, перешла такая уже, которая не пользуется у нас. И печатные, которые можно печатать и сейчас даже. И глинцеватели, и фотоувеличители. Все это есть там передано. Потом волонтеры у нас как бы есть, активисты, которые сами люди увлеченные. Большое им спасибо приносят, чтобы не пропадало, не выкидывалось. То есть мы принимаем или на охранение, или в дар уже прям совсем. То есть упоминаем. Вот, например, бинокль на столе лежит. Это передал мой ученик Артем Большаков, его семья. Привет, я думаю, необходимо Артему передать. Большое спасибо родителям. Это подарен был дедушке его на войне, на фронте, да, в Великой Отечественной войне, английским моряком в Европе. То есть, да, вот передали к нам на хранение. И я, конечно, призываю всех, у кого есть старинная техника, инструменты старинные, что-то техническое, звонить нам по телефону 950-45-63. Вот, мы с удовольствием и примем, и всегда будем упоминать. И у нас будет и в экспозиции присутствие имя дарителя. И сохраните в целом состоянии. Конечно, конечно, и многие посмотрят. Это не будет валяться где-то на лоджии, в гараже и так далее. Это будут дети узнавать. Они же не знают очень многого. Цифровые фотоаппараты сейчас. Ну, кто знает, как раньше в темноте печатались фотографии при этом красном фонаре или в ванной проявлялась пленка. В очке специально. Это все у нас есть, все, пожалуйста. Слушайте, это очень интересно, конечно. Мне кажется, не только детям будет вообще интересно посмотреть, но и взрослым вспомнить вообще какие-то такие моменты из своей жизни, из жизни своих отцов. Да, и вот я хочу добавить вот этот бинокль. Он у нас из военно-патриотического уголка. У нас тот военно-патриотический уголок. И там экспонаты, и солдатские фляжки, и осколок орудия, и какие-то предметы быта тех времен. И стенды, посвященные технике, то есть и в тылу, и на войне. То есть мы к 70-летию Победы сделали такой еще раздел в нашем музее. Хорошо. Ну, это действительно очень интересное место, где собраны, наверное, удивительные экспонаты. И это еще не все. Это еще не все. Хорошо. Там и предметы быта советского, и чемоданы с железными уголками, с которыми ездили в пионерлагерь, а взрослые в командировки. То есть взрослые приходят, ой, у меня такой был, а у моих родителей такой был. И патефон с пластинками, и пианины. Ну, так, ну, то есть элементы советского быта тоже, хотя у нас техника, но немного присутствует. Выставка часов, например. От самых старинных деревянных, там, с маятником, до немножечко посовременнее. Тоже очень много интересного посмотреть. Так что всех приглашаем. Всех приглашайте, но и всех, опять же, призывайте, если есть какие-то интересные вещи, которые достойны. Да, звонить по телефону и... Я напоминаю, что телефоны и адреса вы видите на своих экранах, так что обращайтесь, записывайте, ну и, быть может, вы станете участником центра, вложите свою лепту в историю этого центра. Мы заговорили уже, проговорили о педагогическом составе, что действительно педагоги не просто работают, они вкладывают частичку себя, частичку души, стараются сделать центр лучше, развить как-то его. Давайте о педагогическом составе, ну, я думаю, наверное, как директору. Конечно, расскажу. Расскажите о своих сотрудниках. Ну, у нас два здания, на оба здания у нас 21 педагог. Дополнительное образование. Шесть педагогов у нас высшей категории, ну и остальные тоже. Есть очень опытные педагоги, такого же преклонного возраста, кажется, вроде возраст преклонный, но они самые опытные в педагогическом плане, в плане мастерства того объединения, которое они ведут. То есть они легкие на подъем, они очень хорошо понимают детей, они знают хорошо психологию ребенка, они могут его привлечь в свое объединение, им много дать знаний именно по своему направлению. Вот такие, как Кузнецов Константин Сергеевич, старейший наш судомоделист. Марьюшкин Роман Иванович, это авиамоделист, тоже старейший. Когда-то Роман Иванович ходил ребенком, вот в этот как раз, тогда назывались клубы юных техников, как я говорил, в клуб юных техников, и у него был педагог, которого я сейчас застал, его, к сожалению, уже нет с нами, это Мелик Пашаев, Эдуард Хосрович, да. И он учил, вот Роман Иванович, сейчас Роман Иванович уже преклонного возраста, и он до сих пор учит детей, учит тому, что его когда научили, они делают планеры, они делают модели. Одна модель, одна модель, если кажется, очень легко, там сделать планер какой-то или резидно-моторную модель. Одна модель доводится где-то около до трех лет, то есть три года, то есть она запускается, она выпускается в небо, и до трех лет она доводится. То есть это довольно-таки большой период, когда ребенок еще пришел маленьким, и через три года он продолжает уже вести эту модель, выступая с ней на соревнованиях. Во время соревнований происходят разные курьезные штуки, такие интересные моменты, вот они выпустили модель, перед соревнованием надо испытать. Они ее испытывают в районе Красного Пахаря, там поля, в общем, такие, есть простор, вот, никто не подглянет там их, в общем-то, так, не подглядит ничего. И они запускают модель, и она уходит в небо, уходит, уходит, и исчезает. А у нас уже выходные дни, у нас областные соревнования, и что делать, и, в общем, до выходных дней, каждого с утра до вечера мы искали эту модель. В конечном итоге нашли, и она заняла первое место. Прилетела на соревнованиях. Нет, не она прилетела, конечно, мы ее нашли. В таких случаях, да, у нас педагоги очень предусмотрительные. Вот Роман Иванович что делает? Он пишет сотовый телефон на модели, адрес, и в одни из соревнований они проходили где-то в районе 116 километров на аэродроме. Одна из таких моделей очень удачных, потому что в критериях у судей есть такой момент, это время, проведенное моделью в небе. То есть потом они, естественно, приземляются, как резиномоторный. Резинка раскручивается, винт складывается, и все. И она планирует, планирует до тех пор, пока не коснется земли. И это время засекается с того момента, как она полетела, и до земли, и кто дольше продержал самолет в небе, тот и выигрывает. Вот одна модель у нас так, очень чемпионская, хорошо-хорошо, вверх ушла, ушла и улетела. И нам через месяц ее принесли, нашли ее в Жигулевских горах, на той стороне Волги, за Волгой, то есть. И нам принесли эту модель, она оказалась целая, работоспособная, и до сих пор еще у нас находится. Слушайте, ну это какие-то удивительные истории, действительно очень интересные. Я думаю, необходимо ее где-то зарезервировать, и потом еще рассказать. А как детям интересно заниматься такими. Когда мальчишка запускает модель, и видит, она летит, то есть у него в глазах это просто светится небо. Вот, ну дальше продолжим про наших педагогов. Конечно, давайте. Это наш фотограф, про который мы уже говорили, это Апехтин Валерий Александрович, вот, тоже старейший. Ну, сколько вот все, кого я опрашивал у нас в нашем городке управленческий, про клуб юных техников, кто знает, все помнят Валерия Александровича Апехтин. То есть вот, я не знаю, прям в создании клуба, что ли, он там находился, я не знаю, но то есть очень много, там более 30 лет, там не 30, может даже больше. Вот, очень хороший мастер. Все его, как сказать, работы, но не его, и его детей. Я почему так говорю, и его, потому что он руководитель учреждения, не учреждения, а коллектива детского. Вот, и все работы, ну, очень часто становятся призовыми. Ну, у нас есть несколько работ, фоторабот, я правильно понимаю? Да, да. Вот как раз, давайте, я буду показывать фотоработы, это как раз тоже с какого-то конкурса. Да, это с последнего нашего конкурса, который мы проводили, Самарский объектив. Это два коллажа. И тоже эти работы были отмечены, я так понимаю. Заняли призовые места. Да, призовые места. Отлично. Это первое место. Так, и вот такие сюжетные разные фотографии. Ну, сейчас как раз, вот, какая прелесть. Ребятня бежится в бой, бежит в бой за победой, я так понимаю. Это очень яркие, эмоциональные, да, снимки. Это действительно, особенно тут фотография первая к юбилейной годовщине Великой Победы, я думаю, действительно. У нас целая экспозиция есть, вот, к 73-ю Победу, так что. Это, конечно, далеко не все работы, все посмотрели, я так понимаю, можно у вас. Очень много. И кто еще из педагогов отметился? Ну, конечно, еще более молодые. У нас уникальное есть объединение, которого нет в Самаре ни в одном центре детско-юнического технического творчества. Это малая техника. Ее педагог это Марьюшкин Дмитрий Евгеньевич. Вот, тоже интересный человек. Конечно, не такого преклонного возраста, он помоложе. Вот, сил у него побольше, задора побольше. Самый главный талантливый. Да, талантливый, это, естественно, талантливый. В технике очень талантлив он. Без чертежей, без каких-то математических выкладок они создают малую технику. Малую технику – это картинги, это баги, это мини-трактора. Это они создали интересную машину. Ну, вот в студию она не поместится. Ух ты! Вот видите, есть такая вот… Удивили меня. Где-то около семи лет они делали ее, прошло несколько поколений. Некоторые дети, которые пришли еще в юном возрасте, которые не очень-то еще ручками работают и могут держать отвертку или плоскогубцы в руках. Вот. И все делалось вручную. И вот они уже выросли. И вот эта модель наконец-то поехала. Ее модель сложно назвать. Это гигантская машина на больших колесах, которая может ездить. Вот. И что еще можно о нем сказать? То есть его детский контингент постоянно. Там к нему ходят даже такие детишки, как сказать, можно… Ну, хулиганистые. Да, хулиганистые. Проблемы, не проблемы к семье. Да, из проблем к семье. Не могут тебя найти в школе. На улице бы они пропали. А вот попали к Дмитрию Евгеньевичу и все. Они остаются. Они учат действительно держать в руках инструмент. Потом, они когда вырастают, они работают механиками. Они работают, ремонтируют машины. То есть работают действительно в предприятиях. Они практически получают… Интерес зажигается в них. Да. А мини-трактор наш наменитый, да? Мини-трактор, да, который действительно сгребает. Да, вдоль нашего центра снег сгребает. Он со шнеком, он на самом деле помогает убирать снег. То есть это не просто приятное, это еще и полезное. И полезное, да. Но детям, конечно, приятно порулить. Вот это им, конечно, хорошо. Так, ну, есть еще вот здесь. И даже присутствуют в экспозиции у нас такие изделия. У нас работает Гандин Олег Анатольевич. Он ведет мастерскую технических идей. Да, навигатор. Навигатор называется. Вот здесь вот есть у нас изделия, которые… Трещотка. Да, трещотка. Да, трещотка. Можно даже покрутить. Ну, сейчас, да, мы покрутим. Вот здесь ложки есть. Вот такие вот вазы интересные. Детишки с удовольствием занимаются обработкой дерева. То есть они работают на станках, они обрабатывают дерево, они сами делают ложечки. Они какие-то утвари даже могут сделать для мамы для своей. Подарочный набор к 8 марта, где есть скалочка, молоточек для разделки. Вот, вазочка такая. То есть… Это же наш компьютерный век особенно ценный. Словечник недавно сделал, произведение искусства они сделали. Вот давайте, я сейчас продемонстрирую трещотку. Вот, пожалуйста. Ох, как трещит. Это как вот народный коллектив, потому что Олег Антонович, вроде здесь, хороших… Такие интересные ложки. Да, рук мастер. Он принимал участие в конкурсе в российском «Золотые руки России» и занял там первое место. Вот, первый раз принимал участие и занял первое место. Вот. Есть у нас, конечно, вот, который ведет каратэ, Кюксенкай, каратэ, это контактное каратэ. Сергей. 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 Молодым. Догон достаточно. Вот. Тоже видно, что детишки занимаются с удовольствием. И моментально сейчас, как вам сказать, маленькие дети в боях не участвуют. Это запрещено законом. Все, нельзя, чтобы колечился ребенок. Но Денис Сергеевич интересный человек. Он имеет педагогическое образование. Он закончил университет наш, физико-математический факультет. И в то же время у него черный пояс второй дан по каратэ. То есть он имеет сертификат преподавания. То есть с маленькими детьми он может работать. Он берет маленьких детишек даже шести лет. Вот. И мама, и папа не боятся отдавать в руки такому опытному педагогу. Конечно, для маленьких детей это похоже на аэробику. Вот. А когда взрослые, они вырастают, становятся взрослыми бойцами, бьются на турнирах. И завоевают золотые медали. Вот такой человек. Ну, я понимаю, гордитесь своим педагогическим составом. Всем привет, наверное, даже и не суметь передать. Я предлагаю вам ненамного прерваться. Давайте посмотрим сюжет о замечательном клубе Любознайки. И вернемся в студию, продолжим нашу беседу. Ораторское искусство, речь, внимание, логика, память. Все эти компоненты очень важны для всестороннего развития ребенка. Помогает в этом специальная методика, основанная на теории решения изобретательских задач, которая используется в Центре образования и воспитания ребенка Любознайки. Особенность нашего центра в том, что мы обучаем как родителей, так и детей. То есть у нас идет такой тройственный союз. Педагог, мама и ребенок. У нас есть школа родительства. Мы занимаемся с родителями и помогаем им в вопросах воспитания и в вопросах образования. В Центре Любознайки дети занимаются вместе с родителями. Это помогает создать уникальную атмосферу, которая помогает ребенку лучше и быстрее развиваться. А родители учатся быть именно родителями и помогают своим малышам решать необходимые задачи. Некоторые мамы, изучив методику, становятся преподавателями центра и учат не только своего малыша, но и помогают другим детям. Очень приятно смотреть на маму и особенно на папу, который тоже, к счастью, иногда приходит. Насколько им радостно видеть, как меняются их дети. Недавно у меня одна мама даже расплакалась от счастья, когда ребенок читал стих, и это был для нее такой восторг. И это замечательно, когда родители видят результаты своих детей, и когда они в эти результаты вложили свою душу, они знают, что это их совместная работа. Настоящие родительские чувства и радость детей от присутствия мам и пап на занятиях помогают сохранить отношения, которые зачастую теряются в наше суетное время. В Центре Любознайки родители и дети всегда вместе. Вместе учатся, вместе радуются успехам и строят настоящие семейные отношения. Здесь все необычно, здесь интересно не только нашим деткам, но и их родителям, мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Вот, и мы все вместе учимся, вместе с детьми. У нас была задача заняться воспитанием и развитием ребенка, во-первых, ну и плюс решить возрастные вопросы в плане взаимопонимания нас, как родителей и ребенка. Ну, собственно, решили обе проблемы. Гармония в отношениях между детьми и родителями помогает ребенку быстро развиваться. В школу воспитанники Центра Любознайки придут не только с хорошим багажом знаний, они получат важнейшие навыки, которые позволят им легче и быстрее учиться и проявить себя на все 100%, не только в школе, но и во взрослой жизни. Для наших телезрителей мы заготовили еще один вопрос, собственно говоря, ответив правильно на который, вы получите два билета на киноспектакль «Рембрандт», который пройдет в Киновертикале 17 марта. Марта. Звучит он следующим образом. Кто же кусал, как волчица неряху из Майдадыра? Мочалка, полотенце, мыло или подушка? Знаете вы ответ на этот вопрос? Нет, не будем открывать, если вдруг знаете даже. Не будем говорить нашим телезрителям. 202-11-22. Кто же кусал, как волчица неряху из Майдадыра? 202-11-22. Звоните, получите от нас призы. А мы давайте с вами расскажем. Ну, я так понимаю, что действительно очень успешно работает центр. 55 лет уже истории. Сейчас в век современных технологий очень, наверное, важно, чтобы была какая-то хорошая техническая база. Есть ли она? Расскажите, пожалуйста, нам. Техническая база, конечно, есть. Все-таки мы центр технического творчества. И несмотря на то, что нам уже 55 лет, кое-что еще сохранилось от тех времен советских. Вот. И инструмент, и станки. И вот по поводу станков хотелось бы сказать. У нас в Самаре действовала целевая программа поддержки технического творчества. И благодаря этой программе, благодаря нашему департаменту образования, нашей администрации городской, мы, так сказать, сумели купить, были выведены средства, и мы сумели купить целый парк станков, новых станков, для того, чтобы можно было работать в наших технических объединениях. Даже вот эта трещоточка, она была сделана на станке. Вот эта такая прямоугольная часть на деревообрабатывающем станке специальной, вот многофункциональном. А вот эта вот, которая, цилиндрическая часть, ручка, была выточена на токарном станке. Вот. То есть полный парк станков, чтобы можно было заниматься и деревообрабатывающими. Также вот авиамодельный и судомодельный. На, как сказать, там много очень мелких деталей. Вот. Вот. Был закуплен токарный, много такой целевой станок, очень точный. Он может выполнять точную работу и делать некоторые детали. Вот, скажем, для авиамодельного спорта, вот, скажем, для планер, про который я рассказывал, там есть резиномоторный, то есть там резиночка раскручивается, потом винтик складывается, винтик, и чтобы не мешать сопротивлению воздуха, он дальше планирует. Вот. Ну, чтобы вот винт сложился, нужно сделать таймер механический. Это очень маленькая такая штучка цилиндрическая с очень маленькими-маленькими подшипничками, втулочками. И где бы ее взять? Если раньше мы закупали, то теперь мы делаем сами. Вот. То есть педагог сам делает вот такой маленький таймер. Также в судомодельном направлении тоже есть разные втулки, оси, чтобы вращался винт, передача двигателя была. То есть станки нам очень помогают в таком случае. Есть и новые оборудования, компьютеры, вот, также новые, и, конечно, расходные материалы. Мы, поэтому... Техническое оснащение крепкое. Да, крепкое. Вот. И сейчас вот областное правительство нам выделяет финансовые средства на оплату, доплаты педагогам. И поэтому мы можем привлекать уже молодые кадры, молодых педагогов, потому что у нас уже преклонных возрастов, хотя они крепкие, такие, как сказать, шустрые. Ну, чтобы свой опыт передали уже новому поколению. Да. И вот, скажем, после окончания института к нам придет новый педагог по фото. Вот. К нам пришел новый педагог по авиамодельному спорту. То есть молодежь к нам начинает приходить. Угу. Ну, я так понимаю, то, что жизнь в центре кипит, и это не только какие-то занятия, которые проходят по расписанию, скажем так, но и какие-то мероприятия интересные, участие в конкурсах, быть может, конкурсы организованные сами, самостоятельно вами. Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях поподробнее. Что интересного? Чем завлекаете? Вы знаете, мы проводим очень большую работу в районе, в нашем Красноглинском родном. У нас уже традиционными стали несколько конкурсов. Например, так как мы технический центр, у нас появился несколько лет назад такой конкурс «Техника на службе человека». Это ребята разного возраста изготавливают модели различной, самые различные техники, и не только модели они представляют на выставке, но могут сфотографировать какие-то интересные ракурсы этой техники и рассказать об истории ее создания. Затем у нас приурочен как бы к новогодним праздникам следующий традиционный конкурс «Сказки снежной королевы». Он посвящен Новому году, зиме, детским сказкам, тоже пользуется большой популярностью в нашем районе. В конце прошлого года мы сделали такой конкурс, и в принципе участники пожелали нам, чтобы он стал тоже традиционным ежегодным. Конкурс называется «Литература вслух». Нынешний год – год литературы, и в прошлом году мы еще праздновали 200-летие Лермонтова. И вот этот конкурс «Литература вслух» он как бы не стал таким традиционным конкурсом, когда просто ребята читают стихи, просто конкурс участицов, а ребята представляли как бы инсценировки небольшие по произведениям, по классическим, и также показывали свои презентации каких-то самых интересных моментов биографии любимых писателей. А вот буквально завтра у нас очень важное будет мероприятие, гала-концерт, по итогам еще одного районного конкурса, который мы проводим уже 8 лет. Это театральный фестиваль «Синяя птица». К нам приезжают иногда даже из области заинтересованные театральные коллективы. Вот буквально завтра мы с корабля на бал отправляемся проводить вот это большое грандиозное мероприятие. Ну, а самым ответственным, наверное, самым важным для нас стал конкурс «Городской». «Самарский объектив» – это фотоконкурс юношеских и детских коллективов, фотоколлективов нашего города. Мы его тоже уже проводили много лет подряд. И вот этот конкурс, он у нас завершился месяц назад, так как год 70-летия Победы. Мы его приурочили тоже к Великой Победе, посвятили Великой Победе. Номинации были очень интересные. «Россия», которую я защищал, «Ровесники войны», «Фотоколлаж». Вот вы уже видели, да, некоторые образцы «На войне, как на войне». То есть конкурс как бы не только фотомастерство детишек повышает, но, мне кажется, и помогает их воспитывать как настоящих истинных граждан нашей страны. То есть мы стараемся, работаем. Ну, слушайте, это замечательно. Я вам желаю, конечно же, только развиваться, участвовать во многих конкурсах, но и организовывать самим еще больше конкурсов. Ну, давайте немножечко вкратце о достижениях. Мы видим сегодня очень много у нас дипломов, грамот. Скажу вам честно, что они еще все не уместились у нас на стол, поэтому не смогли мы все предоставить. Самые яркие, самые значимые для вас достижения. Да, к чему мы гордимся. Ну, конечно, это, как сказала Екатерина Алексеевна, это вот самарский объектив. Вот, потом мы заняли в Москве конкурс, проходил «Юность России-2014». Вот, и наша девочка... Да, вот как раз диплом. Да, здесь диплом как раз ее есть. Вот Екатерина. Она заняла первое место, то есть в Москве занять первое место на таком солидном конкурсе. Это очень хорошая заслуга, это мастерство педагога очень большое, чтобы суметь. И четыре, четыре наших фотографии висят в Москве на выставке. В Всероссийской. В Всероссийской выставке, да. Вот. Также есть много фотоконкурсов, если уж мы начали говорить о фотонаправлении. Это «Наследство Победы», «Юность Самары», в общем... Дельфийские игры. Дельфийские игры. «Вославим Господа». Вот. То есть везде практически мы занимаем призовые места. Потому что фотонаправление очень сильное. Вот. Ну, какие еще... Про «Золотые руки» России я уже рассказывал. В январе наши мальчики привезли, да? Как раз со свободно летающих моделей городской конкурс был. Да, со свободно летающих. Да, два первых, одно второе место заняли ребята на свободно летающих моделях. Ну, я думаю, за себя все говорят как раз дипломы и грамоты, которые мы сегодня видим. Опять же, повторяюсь, что не все уместились еще. То есть, действительно, за вашу историю немалую, много призов и грамот. Что ж, ну, у нас наша передача подходит к концу. Вам спасибо, что были. Я думаю, наши телезрители, родители и ребята поняли, где весело, где интересно, где научат творчество, где научат техники, где научат каким-то интересным моментам и передадут опыт, собственно говоря, вашему ребенку. Поэтому обращайтесь в Центр детского и юмческого технического творчества «Импульс». Вам спасибо большое. До свидания, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин